Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Enot по стрелу. Сегодня у нас обсуждение одной такой интересной новости, что у нас в 2019 году корпорация Wall фактически приравняла посетителей барбершопов к животным. Почему? Ну вот, две внешние одинаковых коробочки. И та это Magic Leap Corpies, и та это Wall, оригинальный Wall, не какая-нибудь китайская подделка. Ну вот это вот старая партия, вот это вот новая партия. Старая партия была произведена на тех же заводах, что и все машинки профессиональной серии для людей в США, в стерлинге. А новые произведенные будут теперь всегда производиться в Венгрии, там же, где Wall производит все свои машинки для стрижки животных. Ну, с чем я вас и поздравляю. Теперь, если вас стригут этой машинкой, наверное, вы барашек или кобель. Ну, ладно, бог с ним, давайте подумаем, что нам это принесет. На самом деле, если говорить о качестве сборки, машина, которая собиралась в Венгрии на заводах Wall, это вся серия машинок для животных Wall, КМ-2, КМ-5, КМ-10. И это ряд полупрофессиональных и домашних машинок МОЗР для стрижки людей. Качество венгерской сборки нареканий никогда не вызывало и было, пожалуй, даже повыше, чем качество сборки американских валовских машинок, где регулярно были какие-то мелкие косяки по сборке, которые обычному потребителю не особо-то и видны. Но мне, как продавцу, человеку, который видит эти машинки пачками, десятками, они иногда бывают очень заметны. Ну хорошо, давайте посмотрим, чем они отличаются. Коробки абсолютно одинаковые, скорее всего, заказаны на одной фабрике, просто половину коробок отправили в США, вторую половину коробок отправили в Венгрию. Отличие здесь на сегодня только одно, это в артикуле. Старый артикул был 8148016, новый артикул 8148016Х. Буква Х, Хенгрия, Венгрия, показывает нам страну производства. Хорошо, давайте распакуем. Для начала распакуем американца, там у нас, в принципе, все уже давно нам знакомо, но, тем не менее, еще раз достанем для того, чтобы уж сравнить. Макулатура, еще макулатура, комплект насадок, это вот основные насадочки, 3, 6, 10, 13, 18, 25 мм. И здесь у нас две промежуточные насадки, полтора и четыре с половиной миллиметра насадки, премиальные. Ну, здесь у нас масло-щеточка, зарядное устройство, машинка. Зарядное устройство тоже вам хорошо знакомо. Так, 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 производство, да, производство Китая, в принципе, это нормальная практика. Практически все зарядки всех устройств производятся в Китае. Там их просто делают хорошо и дешево. Зачем производить их где-то еще? Хорошо, вторая упаковка, которая нас сейчас интересует больше. Венгерская сборка. Та же самая макулатура, еще макулатура, те же самые насадки премиальные, машинка, промежуточные насадки премиальные, тот же самый блок питания, также выполненный в Китае, все абсолютно то же самое. Хорошо, давайте посмотрим, чем отличаются у нас машинки. Машинки внешне абсолютно идентичны, отличие у них будет только в маркировке. То есть вот эта вот часть, на тушке, она будет немножко отличаться. Если на американской модели было написано, ну, вполне ожидаемо, Made in USA, то здесь такой надписи мы не увидим. Здесь было написано, что Made in USA и импортировано через Германию. И внизу была дата производства вот в таком вот формате К-18, это, ну, неделя или декада, я уж не знаю, производства, ну, и год производства. Здесь у нас немножко отличается формат надписи. Здесь у нас написано, что Волл Венгрия, да, сделано в Венгрии. И дата производства в формате европейском, это месяц и год производства. 04-2019, апрель-2019. Все, никаких других отличий внешних у этих машинок нет. То есть фактически отличие только вот здесь вот в маркировке, где прямо указано, что вот эта вот машинка сделана у нас в США. Да, вот эта вот машинка сделана у нас в Венгрии. Само собой, все остальное у нас то же самое. Никаких внешних отличий нет. Все то же самое. Я думаю, что детали, скорее всего, вообще выполнены на одном китайском заводе, просто привезены для сборки окончательной в одном случае в США, в другом случае в Венгрии. Ну, хорошо, но может все-таки там что-то внутри отличаться? Я не знаю. Я до сих пор еще не заглядывал внутрь. Давайте сделаем это вместе. Итак, справа у нас венгерская машинка, слева у нас американская машинка. Давайте их вскроем. Вскрываем американца. В принципе, его вскрытие мы уже делали. Сравнивали его с китайской машинкой, сравнивали его с беспроводным тапком валовским, с другими валовскими машинками. Поэтому, в принципе, раньше вы могли уже видеть требуху. Даже если у вас у самого такой машинки нет, то, в принципе, все там вам знакомо. И откручиваем винты у Венгра. Туго идет. Так, ну и снимаем крышечки. Итак, вскрыли крышки. Смотрим. Ну, на мой взгляд, здесь вот внешне никаких отличий нет. Как всегда, никакой маркировки здесь мы не увидим угол. Тот же самый аккумулятор и двигатель в защитном кожухе. Давайте снимем кожух. Тот же самый двигатель без маркировки, как стоит на валовских машинках. Вернее, на валовских машинках, собранных в США. Тот же самый аккумулятор, на котором точно так же нет какой-то внятной маркировки. Ну, сделано в Китае. Дата производства аккумулятора. Сделано для wallclipper. То есть та же самая маркировка, что была на машинке, собранной в США. Но давайте, для чести совести, мы эту машинку тоже раскурочим до конца уже и посмотрим, убедимся, что все там то же самое. Единственное отличие, которое я наблюдаю при разборке, то, что из валовской машинки выкручивать винты проще. Они идут легче. Откручиваем последний винтик, удерживающий двигатель на месте. Тот же самый двигатель без маркировки. Все то же самое. И аккумулятор. Аккумулятор у нас той же самой маркировки. Изготовлена для wallclipper corporation. Все та же самая емкость. Все то же самое. То есть никаких отличий внутри этих машинок мы не увидели. Ну, что я могу сказать. Место сборки изменилось. Комплектующие весьма вероятно все те же самые. Выполнены на тех же самых китайских фабриках. Не изменилось ни изготовление корпуса машинок, ни внутренняя начинка аккумулятор и двигатель. Ну, с выключателя спроса вовсе никакой. Что там можно поменять. Комплектация машины точно так же никак не изменилась. И даже полиграфия никак не поменялась. Все где производилось там и производится. Единственное изменилось место сборки. И, по моему опыту, венгрицы собирают несколько аккуратнее, чем американцы. Поэтому, ну, не стоит пугаться таких изменений. Посмотрим, что будет дальше. Какие еще модели перенесут в Венгрию сборку. Ну, пока туда переехал только Magic Clip Corlys. На этом мой обзор, пожалуй, завершён. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Заходите в нашу группу ВКонтакте. Не забывайте, что у нас есть сайт интернет-магазина, где машиночки в сети можно приобрести. Будут вопросы, задавайте их здесь в комментариях, либо пишите в группу ВКонтакте, либо, прости господи, в Instagram. На этом всё. До новых встреч!